Всем привет! Сегодня у нас обзор ноутбука Dell Latitude 7490. Это мощный производительный ультрабук для рабочих задач, обучения и обычного повседневного использования. Он выполнен в классическом строгом дизайне. Из особенностей клавиатура с подсветкой. Мы видим, она загорается, у него есть две степени, шесть физических кнопок над тачпадом. Тачпад отзывчивый, удобный, все отлично работает. И трекпоинт по центру клавиатуры. Все эти модели привезены из Америки и Европы в полностью рабочем состоянии и с оригинальными комплектующими. Как видим, нет никаких засветов, сколов, серьезных царапин. На все эти модели распространяется гарантия и полное сервисное обслуживание. По всем интересующим вас вопросам вы можете обращаться не только по номерам телефонов на сайте, но и в Вайбер и Телеграм. Ссылки будут в описании под видео и на экране. С левой стороны у нас разъем зарядки Thunderbolt Type-C, HDMI для подключения внешних мониторов, телевизоров или проекторов, два USB 3.0. На правой стороне разъем безопасности Ethernet LAN, который открывается и закрывается для сохранения толщины корпуса, USB 3.0, два разъема один под сим-карты, другой под SD-карты и комбинированный аудио вход. Диагональ ноутбука 14 дюймов и разрешение экрана Full HD. Качественная IPS-матрица. Как видим, искажений цветов при повороте нет. Можем так чуть-чуть повернуть. Сам экран вверх-вниз. Отличная матрица. Подойдет для базовой цветокоррекции, работы в фотошопе с цветом. То есть это отличное решение для такой работы. Внутри установлен процессор Intel Core i7-8650U. 4 ядра, 8 потоков, 2,1 ГГц базовая рабочая частота, максимальная рабочая частота 4,2 ГГц. Оперативной памяти 16 ГБ двумя планками, 2 400 МГц ее частота. И установлен SSD-диск на 240 ГБ. При заказе ноутбука SSD может быть установлен вплоть до 1 ТБ. За графику отвечает Intel UHD Graphics 620. Это встроенное графическое ядро нашего процессора. И в принципе его хватает для всех рабочих задач. Полностью закрывает офисную работу, обучение, обычное повседневное использование. Даже хватает на простенькие игры. Дальше мы на это посмотрим. А пока перейдем к рабочим процессам. Здесь у нас открыта таблица на 50 тысяч строк заполненных. Google таблица отлично отображается. Нет никаких зависаний, пролагов. Свободно можно ее редактировать. Формулы также работают. Давайте попробуем что-то написать. Как видим, все хорошо отображается. Далее, кому по учебе, кому по работе, презентации. Также перетаскивается изображение. Текст тоже можно редактировать. Множество шаблонов. Любой себе что-то подберет. Передвинуть по своему вкусу там, кто как хочет. Одновременно с этим у нас работает Full HD видео воспроизводится YouTube. И открыты социальные сети, где также воспроизводится видео. Ставятся лайки собачкам. Найдем сейчас и котиков, думаю. Ну, пока только собаки попадаются. Красивые. Котики, видать, будут у нас в Фейсбуке. Вот Фейсбук. Вот котик сразу же. Тоже лайки ставятся. Хотел бы я также сейчас сидеть. Твиттер. Также все хорошо отображается. Возможно, не только просмотр контента, но и также работа в этих социальных сетях или с помощью их также зарабатывать денежку. Например, делая контент, модерируя какую-то страницу, заведуя интернет-магазином, работая копирайтером и прочими такими профессиями. Далее, касаемо веб-камеры. Сейчас мы присоединимся к группе студентов. Сейчас здесь почти 1200 человек. Мы сразу видим, наша веб-камера включена, загорелась LED-индикация белая. Давайте выключим. Остальные участники сейчас нас не видят. Тоже полезная функция. Практически на всех современных ноутбуках есть. Как видим, все отлично отображается. Никаких подвисаний. Эта веб-камера работает также и в зуме, и в скайпе, и в прочих мессенджерах для видеосвязи и конференций. Без проблем можно провести совещание или кому-то детям урок. Все отлично работает. Поскольку это производительный ноутбук, на нем можно не только просматривать контент и участвовать в таких конференциях, но, например, работать в Photoshop или в других редакторах. Сейчас у нас установлен Photoshop. Можем отредактировать файл. Наш проект. Как видим, довольно много здесь слоев. То есть это все можно редактировать полностью. Здесь любые объекты, любой текст. С этим проблем никаких нет. Мы видим, что никаких подтормаживаний не замечено. Давайте примерно посмотрим, как он получился. Или же убрать его и поменять у нас здесь вот стандартное. Тогда придется менять и в отражении тоже. Сделаем стенд слой. Вот. В отражении тоже поменялось. Давайте изменим тень. Сделаем ее более насыщенной и непрозрачной. И добавим, где наша с эффектом вращения бот. Так выглядит тоже неплохо. Или, допустим, отредактируем текст. У нас там модель планшета поменялась. Ставим 24 мегапикселя или процессор. 16 ядер. Это без проблем все меняется. Ну и что ж, запустим пару игрушек и посмотрим, как справляется наше графическое ядро в них. Это у нас запущены танки полноценные, не блиц-версия. И как видим, с фпс у нас все в порядке. Более сотни. Почти всегда. Сейчас посмотрим, сколько в бою будет. Но тоже, думаю, не ниже 60. Возможно, даже стоило поднять настройки. Возможно, даже средние поставить или кое-какие параметры на высокие. Как видим, подъезжаем в сражение. Уже проскакивает и 80 кадров. Сейчас посмотрим. При приближении тоже кадров достаточно. Ребята прячутся. Мне тоже бы не мешало, но... Мы здесь для того, чтобы записать тест, а не выиграть. Хотя наши союзники с этим не согласятся и будут, наверное, ругаться, когда мы подставимся. Капец, ребята уже здесь. Следующая игрушка. Full Guys. HD разрешение. Низкие настройки. Как видим, в самом начале матча первого, когда больше всего людей, фпс держится около 40. О, я не знал, что там ямка. Ладно, окей. Сейчас будем аккуратнее. Лучше сюда пойдем. Наша встроенная графика вполне справляется с такими простенькими игрушками. Попробуем добежать до финиша, который, в принципе, не так уж и далеко. А как я не долетел? Это супер, конечно, забавно. Можно сказать, игра помогла мне туда попасть. По итогу можно сказать, что этот ноутбук без проблем подойдет для рабочих задач, для обучения, для обычного повседневного использования, даже для некоторых игр, как мы видели. Он неплохо себя показывает. Учитывая его диагональ 14 дюймов, небольшие габариты и скромный вес, менее полутора килограмм, он влазит практически в любой рюкзак или сумку. Всегда можно взять с собой, подключить на зарядку, вдруг он разрядился, работать в любом месте, благо в кафе сейчас доступны и зарядки, и вай-фай. В этом проблем никаких не будет. Качественная цветопередача, без проблем можно смотреть кино, сериалы, любой контент, какой вам нравится. Или, например, работать не за столом, а, допустим, на диване, если вам так удобнее. Или в удобной позе в кресле, да даже в кровати можно с ним работать, если кому-то так нравится и удобнее. Если вам понравился этот обзор или появились какие-то вопросы касаемо этого ноутбука или других моделей, пишите смело в комментарии, оставляйте их, ставьте лайк и подписывайтесь. Всем удачи и пока! Субтитры подогнал «Симон»!